Ну что, дорогие братья и сёстры, давайте мы с вами отвлечёмся от жуткой, пугающей, ужасной, вымораживающей, повергающей в уныние новостной повестки и обратимся к доброй, нейтральной, спокойной и, в принципе, позитивной рубрике «Распаковка». В принципе, на коробке нарисована кружка, но я не думаю, что это кружка, а может быть и кружка. Это подарок от главного модератора группы «Шутят православные» Марии. Привет, Мария! И мне самому очень интересно, что там будет. Посылка эта дошла с приключениями, зато я теперь знаю, какой индекс села Нившира. Оказывается, он оканчивается на 0,59, а я думал, что он оканчивается на 0,58, и поэтому посылка приехала не в Нивширу, а в деревню Троицк, или село Троицк, по-моему, деревня. То есть адрес был написан правильно, а по индексу же удобнее всё делать, поэтому отправили по индексу. И я уже думал, всё, надо будет ехать в Троицк. А от Нившира до Троицка долго или коротко, наверное, где-то час пути. Но уже всё настроился. Думаю, сегодня на службу поеду в Большелуг. А там вот вроде как-то уже и крюк поменьше. Уже не от Нившира надо ехать, а от Богородска. Хотя, что я вас гружу географией, вы же и тут не были ни разу. Ну, кто не был. Это анекдот такой есть. Попал житель Коми в Москву. И что-то там набедокурил. И вот его милиционер говорит, ты откуда такой взялся-то? Он говорит, из Пажги. Это где? Возле Лозема. А это где? Слушай, ну ты если географию не знаешь, что ты спрашиваешь? И вот я уже собрался ехать в Троицк и думаю, ага, наверное, надо по пути ещё к этому в гости зайти, там ещё то, другое. И с утра приходит смс-ка, что ваша посылка доставлена в Нивширу. Думаю, классно, бензина сэкономим. Вот опять-таки, да, вот я не знаю, в каких-то крупных городах стали бы так заморачиваться? Мол, пришло они туда и пришло это, типа не наши проблемы, делайте что хотите. А в деревне заморочились, посмотрели, о, индекс 1, село другое написано. Ну, отправим туда, в другое село. И отправили. Так что наша деревенская почта милосердна и человеколюбива. Пока есть такие люди на селе, не пропадём. Ну ладно, что же наша посылка? Будем открывать. Что же там может быть? Как я понял, там что-то с символикой шутят православные. Будем посмотреть. Та-дам! Итак. Иконочка. Божья Матери, нечаянная радость. Действительно, нечаянная радость. Очень приятно. Ну, как бы, не, меня предупредили, что посылка придёт. Так что радость немножко чаяная. Но когда предупреждали, предупредили неожиданно. Так что радость нечаянная. Дальше. Бумажечки. Ещё бумажечки. Это чтобы посылка дошла в целости и не повредилась. Ух ты! Ручки! Ручки ещё... Ну, какая прикольная ручка. Колпачок интересный, да, такой? Я такие не видел колпачки. Ручка ещё старого бренда. Вот. Группы православные шутят, которые у нас отобрали на почве национального конфликта. У нас основательницей группы была девушка из Украины. И когда вот начался этот конфликт, через несколько месяцев она приняла решение, что не время нынче шутить. Война нынче. Хотя, ну, развивала группу не она, развивала группу как раз Мария. Она просто была основательницей. И практически не участвовала в жизни группы в последнее время. То есть, не она её от маленькой группы развила до статысячной. Да и на сколько не время шутить? У нас же юмор был неконфликтный, добрый. И многие подписчики писали, что как раз самое время, потому что это помогает отвлечься от того, что происходит в мире. И как раз вот легче переживать вот эти тяжёлые моменты. Поэтому добрый юмор, он как раз к месту был. Но поскольку она основательница, модераторские права у неё, она, в общем, всех выгнала. Ей пришлось создавать новую группу шутят православные. Весь модераторский состав перешёл в ту группу шутят православные. Вот. Дальше. Поскольку на коробке нарисована кружка, там кружка. Но не просто кружка. Во-первых, чтобы батюшка смотрел новости и не нервничал, кружка упакована в такую успокоительную упаковку. Буду на досуге, когда пересмотрю новости, буду сидеть хлопать пупырышки. Чё-то вкусненькое. Это, наверное, чёрная смородина. Я думал, кофе, а это чай с чёрной смородиной. Прикольно. Будем на досуге пить чёрную смородину. И тут написано, что её надо заваривать в 85-90 градусах. Сразу прошу прощения у производителя. Я, скорее всего, буду заливать её кипятком. И это уже мерч теперешней группы. То есть, да, адреса уже вроде современной группы. Ну и какие-то сложные слова написаны по-английски. Придётся мне учить английский язык. Не, я, конечно, потом с помощью переводчика посмотрю, что тут написано. А может быть, кто-то в комментариях напишет, что так написано. Очень приятно. Ещё одна кружка на эфир. Спаси Господи, сестра Мария. Вот, и кусочек пенопласта. Это когда будет весна очередная, можно будет кораблики пускать. Нет, я думаю, это тоже упаковочный материал. Или это какой-то символический подарок. Чтобы мы не утонули в житейском море спасательный кусочек пенопласта. Ну, он плавает. Как-то так, не знаю. Такую аналогию смог придумать. Вот такая очередная распаковка. Всех обнимаю. Спаси Господи, Мария, за столь приятный подарок в наше суровое время. Потому что до Рождества ещё далеко. Основная масса подарков обычно туда приходит. И такой межпраздничный подарок, конечно, очень радостен. Ваше здоровье, дорогие подписчики. Всех обнимаю. С вами был Ермонах Александр Митрофанов. Всем пока. До встречи в эфире. Подписывайтесь. Потом ещё что-нибудь расскажу. Продолжение следует.